Вы наверняка видели в пабликах и в других соцсетях снимки, на которых изображена иранская красавица Анис Аль-Долях. Аль-Долях имела 145 ярых поклонников, из которых 13 покончили жизнь самоубийством из-за её отказа. Но вряд ли адекватный мужчина назовёт её красоткой. Толстая женщина с мужеподобным лицом с усиками на антикварном фото говорит якобы о времени, что когда-то символом красоты был именно такой образ. Помимо неё также распространены изображения других дам в кавычках, которые жили в гареме иранского правителя Насер Ад-Дин Шах Каджара. А теперь зададимся вопросом, что не так со вкусом правителя, который мог позволить взять себе в жёны действительно красивых девушек? Хотя всё возможно, ведь какими только странностями не обладали царственные особы в те времена, когда чуть ли с ума не сходили от своей власти. Но, как оказалось с вышеупомянутым шейхом, всё очень просто. Насер Ад-Дин Шах Каджар был государем Ирана в 1870-х годах. Он увлёкся искусством фотографии ещё до своего правления, а когда взошёл на трон, то в собственном дворце организовал фотостудию. Работать в ней он пригласил россиянина Антона Севрюгина. Хоть царь благоволил ко всем желаниям Антона запечатлеть то или иное место на фото, но он ни в коем случае не разрешил это делать со своим гаремом. Для фотографа это было табу. Но, однако, фотографировать своих жён имел право только сам Насер, чем он, кстати, и пользовался. В своей личной фотолаборатории он проявлял снимки и хранил в тайном месте подальше от чужих глаз. Но кто же изображён на снимках под видом любимец падишаха? А секрет очень прост – на них красуются не жёны и не принцессы, и даже не женщины. Запечатлённые люди в женских одеждах являются актёрами первого государственного театра. Он был создан всё тем же Насером. Помимо фотоискусства он любил европейскую культуру, но из-за особенности восточной страны женщинам было запрещено играть на сцене. Поэтому женских персонажей играли переодетые мужчины. Пьесы ставились только для знатных людей и придворных шейха. Организатором театральной труппы был Мирс Али Акбар Хан Нагашбаши. Он является одним из основателей современного иранского театра. Поэтому неудивительно, что изображённые девушки на фото из гарема выглядели как обычные мужики. Это и были они. До 1917 года женщинам было запрещено играть как на сцене, так и позировать на фотографиях. Секрет раскрыт – теперь можете спокойно спать. Признаться, я тоже, когда листал ленту, несколько раз попадал на этот очерк. Но я тогда подумал, что эти фото фейковые. На этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь этим роликом. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!